Здравствуй, Уделка! Прощалась я три недели назад, надолго, а получилось, что вот и опять приехали. Шарманчик стоит, а я с ним прощалась. Ой, я боюсь, что там, где мы лазим, грязь, наверное, там же нет, плитка не выложена. Шагай, а то я сейчас наступлю тебе на ноги, Саш. Саша! А что ты капюшон надел? Холодно стало? Ой, какой солдатик стоит. Так, ну тут, конечно, жуть-жуткая. Даже не знаешь, как и заходить-то. А вот видите, что творится. Наверное, придется ходить. Мальчика детская про динозавров и рыбок. Господи, у мальчика про динозавров и рыбок. Так, сегодня можно ходить только вот тут вот. Тут почищем, потому что в остальных местах просто грязь там. 25 этажей, а мы на 15 этажах с видом на море. Там три лифта. Три лифта, два грузовых, а один маленький пассажирский. Ой, накатаемся, да, Саша? И притом лифт. Какой, Саша? Я уже забыла. Капитан Америку. Капитан Америку. Что за старенький путь? Ну, капитан Америку. Саша огроменная путь. Смотри, видишь, эти колокольчики? Да, колокола, да. Да, там еще педали есть. Где человек находится. И он играет музыка. Километр 30 дней. Просто классно. Вот это ворон еще говорящий. Да. Не надо, дядя. А-а-а-а. Ой, Аврора, Саш. Вон Аврора, корабль. Да. Видишь? Он не плавает. Он не плавает. Он на месте стоит. Да. Он памятник. Папитан, памятник. Корабля. Прям туман. Мильная. А в Питере особенно. Папа, я видел рекламу «Вкусная точка» на телевизоре. Стрелка. Видишь? Вот она. Стрелочка. Какой отчаянный. Стрелки. Тут стрелки. Туман. Надо же, проезжаем такие места красивые. Прям туман. Вообще, он даже берег-то не видно путем. Через шестом. Тихо, море красиво. Ты не поняли, да, наркологи. Да, 30 минут, че слышим. 18 километров. Пап, смотри, какая огромная река. Пап. Дворцовая набережная. Вон, смотри. Крепость какая. Видишь, Сашка? Смотри справа. Огромная крепость. Папа, где-то Складной мост. Папа, где-то Складной мост. Складной мост. Впереди будет Складной мост. Эта крепость, она защищала от нападения врагов. То есть, подобраться было туда, внутрь, вообще к этой крепости невозможно. Сверху пушки стояли. Бам-бам. Стреляли. А где они? Врага. Там. Там, на верху стоят. Папа, а почему мы... Почему нету Складного моста? Ну, он в серединке раскладывается. Вместе с проводами. Пермитаж. Со столбами вот так поднимается. Вот в серединке, в самой серединке, эти штучки раздвигаются. Пополам вот так кверху. Уи-и-и-и. Ну, сейчас они не раздвигаются, потому что сейчас, во-первых, не ходят сюда, потому что лед... Папа, я просто их не вижу. Закрыть? Да. Да, погодка, конечно, сегодня. Автобус двухэтажный. У кого с одеждой? У кого с одеждой? Пётр на коне. Вон. Он на коне, видишь? Вон памятник. Видишь, такой дядька Пётр на коне. Сейчас увидишь, что не проявляет. Видишь? Да, Пётр. О, шатки. Два часа. О, а что это там за утки, что ли, или кто это, или бакланы? Чайки, может. Чайки, да. Какой мостик. Пап. Какие здания старые. Кхм. Поверните направо. Есть. Папочка. Тысяча семьсот восемьдесят восьмой год. Не тысяча восемьсот, а тысяча семьсот восемьдесят восьмой. Стоит, да, сколько? Угу. Какая красота. Папа, сколько будет? Два плюс три. Прямо три километра. Будет пять. Впереди дорожные работы. Папа, ты играл, когда ты играл к листике нолики? Какие здания. Где-то высажу, вы тут типа топ-топ, топает малыш. Папа, помнишь там? Какие интересные здания. Короче, мы в этом районе будем жить неделю. В торговом центре парк, помнишь? Где-то тут. Какой там. Парк, помнишь? Парк, помнишь? Всё равно там, товарищ сам, он пешком для перехода, мы тут проехали, да, проходит. У тебя какого-то наносит, что-то. Топление началось. Строится, строится. Человека-муравейники. Через 200 метров поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Магазин. Короче, Короче говоря, приехали. В этот дом. Смотрите, какие дома высокие. Ужас. Машинам не разъехаться. О, три лифта. Ох, это батюшки мои. Сто раз съединили. Ага. Тоже сделал, да? Вот отечественный, где он тут был? Отечественный производитель. Серпуховский лифтостроительный завод. Нормальный лифт. Нормальный лифт. Нормальный лифт. Нормальный лифт. Нержавеечка. Лампочки. Лифт как лифт. Очень красивый. Какой этаж тут? 15-й. Ага. Лифт быстро. По-импортному называется. Велл Макс. Ну что, покажу вам новые хоромы. Сколько я уже вам мои хорошие квартиры всяких показывала. Где мы только не жили. Вот еще одни апартаменты. Здравствуйте. Голые молодые люди. Лишаня. Так, ну что, вот наши апартаменты. Квартира двухкомнатная. Зайки мои. На пятнадцатом этаже. Новый район какой-то. Так. 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 Так, так, так. Что-то я так устала. Так. Вот здесь не знаю, кладовка или что. Это закрыто. Так. Вот здесь, значит, раздеваемся. Ой, Макарик, а ты мне сделаешь этот самый вай-фай. Так. Надо отцу позвонить у него там. А, да. Потом, собственно. Так. Вот один диван раскладывается. Вот еще диван раскладывается. Ну, в общем, короче, мы уместимся. Так. Ну, и вот, собственно, две комнаты. Это наше все хозяйство. Так. Так. Тут вот, я говорю, прямо кого-то поселить можно. В коридорчике. Ну, тут. И философский кабинет. Обычно ничего такого нет. Так. Вот такая кухня. Вот такая кухня. Полочки, стол, стулья вот такие яркие. Два таких и два таких бирюзоеньких. Так. Ну, кухня, посудомойка маленькая. Ну, а что тут в этой квартире самое интересное? Сейчас я вам покажу. Когда заходишь, и вот это коридоры, коридоры, кажется, что тут много комнат. Сейчас я вам покажу фишку. Фишку. А! Да? Видок-то. Это сейчас погода такая противная, когда погода будет хорошая. Ну, вот это, конечно, тут что-то. Не знаю. А там, вон, говорят, лахту видно в хорошую погоду. Ну, в общем, короче, это Непская Куба. Ну, не знаю, будет ли хорошая погода за эту неделю, пока мы тут. В общем, вот так. Ну, а внизу там дорога. Сегодня-то погода-то просто мерзопаксная. Сначала из поезда вышли, показалось, что тепло. На самом деле, совсем не так. Так. Ну, тут какие-то украшательства. Видимо, еще, наверное. Ну, в общем, вот такая вот квартирка. Наши уехали в магазин, потому что сегодня на Уделке походили совсем немного. Потому что я вижу, что Саша не может ходить. Мама положила нам с собой вот эти ботинки. Ну, не совсем теплые такие, что... Ну, как демисезонные, да, как раньше говорили. Они оказались ему малы. И он как партизан. Я его спрашиваю, а он молчит. Я же вижу, что он ходит странно. Он шмурыгает ногами. Он как-то ноги ставит. Думаю, малы. Точно. Когда папа с мамой за нами приехали, он сказал, что малобаты. Ну, поехали. Грише надо куртку. Ему нужны ботинки. Поехали в торговый центр. А я сейчас покажу вам, что я купила. И лягу полежать. Так, во-первых, вот купила вот такое украшение. Вот с моим склерозом, девочки. Ну, я так надеюсь, что вы-то у меня в здравом уме. И в памяти, ну, шикарная имитация жемчуга. Правда, здесь вот есть, надо будет убрать несколько штучек. Но так вообще прям. Ну, сами посмотрите. Глинная. Ну, это сатуар тоже какой-то. Какой-то сатуарчик. И у него, собственно говоря, то ли нет застежки, то ли просто тут... А, может быть, просто вот так соединить и все. Но нужно, да. Несколько бусинок надо убрать. Ободрали. Ну, так красиво. Мне так нравится такой цвет. Ой, прям, ну... Посмотрите, какого он качества. В общем, прелесть. Вот такую подвесочку. Ну, собственно говоря, это целое украшение. Вот такая вот. Вот такая красота. Не знаю, что я буду с ним делать. Может, куда-то подвешу. Ну, какое-то украшение. А может, так оставлю. Не знаю. Пишите. Так. Вот такой вот браслет. На мемори проволоки. Ну, он весь расхристанный, растянутый. Непонятно уже, что и как. Но взяла я его из-за бусин. Тут, если не все, тут бусины ручной работой. Вот, поэтому я его быстренько-быстренько забрала. Ну, понятно, что это все материал. Это разберется и куда-то. Вот. И еще купила браслет. Тоже с бусинками ручной работы. Вот. Вот. Прелесть какая. А это керамика. Все пойдет в дело. Вот такое украшение. Но это тоже как материал. Стекло. Ну, замечательные бусинки. Вот эти вот. Как таблеточки. Белые. В смысле. Прозрачные. И вот такие розовенькие. Тоже такой. Найдем применение. Так. Вот такая цепочка для очков. Прям. В идеальном состоянии. Хорошая. Пока не знаю, мои дорогие, что я с ней буду делать. Если кому-то нужна цепочка на очки. Девчонки, она легкая. Это алюминий, наверное. Вот. Пишите. Договоримся. Ну, а если никого желающих не будет, значит, я ее куда-нибудь благоцепить сейчас в моде. И из моды не выходят. Найдем применение. Ехать, конечно, вообще жуть не было. Час двадцать четыре. Да, далеко. В райончик-то. Ну... Час мы ехали, а то демки. Час. На машине. Ну, на этом. Ай! Так. Ну что, мои дорогие, как всегда, говорила-говорила, показывала. Сейчас стала смотреть, а я и ничего не сняла. Ладно. Так. Начнем опять. Вот такое обалденное украшение. Качество бусин просто. Вот, может, мне кто подскажет, что это. Это стек... Ну, на стекле, понятное дело. Это не пластик. Замечательные бусины. Просто. Но... Можно было вообще его не трогать. Здесь. Ну, вот видите, есть несколько бусин. Вот так вот. Ну, прям ободранные. Несколько штук. Но факт то, что все равно придется все это разбирать. А они так хорошо на ниточку собраны с узелками. Прям. Ну, вот, еще одна вот бусинка. Ну, в общем, короче говоря, придется разбирать. Ну, я прям от них в восторге. Такие тяжелые, такие красивые. Вот такое вот украшение. Так. Вот такой браслет. Он весь, конечно, расхлябанный. Но, мои хорошие, тут бусины. Ручной работы. Все неровные. В общем, сборная солянка. Но есть очень интересные бусины. Из южных стран. Самодельные. Как материальчик. Будем что-нибудь делать. И вот такой браслет тоже вот тут. Ну, это кто-то на резинку собрал. Из того, что было. Вот керамические вот такие бусины. И вот тоже бусины ручной работы. Там стекло вклеено. Стекло в стекло. Вот такая вот бусина. Вот такая вот. Это керамическая. В общем, можно будет что-нибудь интересное собрать. Вот. Взяла цепочку. Как оказалось, для очков. Нам не очень понравилось, что она в идеальном состоянии. Алюминиевая. Легонькая. Девчонки, если кому нужно для очков, пишите. Пришлю. А если никто не напишет, я пущу куда-нибудь в украшение. Потому что цепи из моды не выходят. Вот такое украшение из стекла. Такие прозрачные бусинки. Таблеточки такие. И розовые. Тоже как материал пойдут куда-нибудь. Таблеточки. Такие вот. Тересни. Граненые. Вот. И вот такую подвесочку. В общем, если бы у внука было все нормально, он бы мог ходить. Я бы там еще с ним походила. Но... Казалось, обувь мала. Беспублиизировать. Да. Казалось, обувь мала. Он идти не мог. И мы ушли. И очень, конечно, грязно на уделке. Ужасно. Там надо ходить в сапогах по колено в резину. Но людей много. Несмотря на то, что там в грязи утопаешь. Я вся промокла. Хоть у меня вроде бы обувь непромокаемая. Но почему-то вся промокла. Ну вот. Прям приятная новость. Марина, подруга моя, сейчас позвонила. Хочет приехать в Питер на пару дней. Так что, может, мы с ней и увидимся. Еще. Ну и на этой ноте я с вами прощаюсь, мои дорогие. Надо пойти отдохнуть. Макарик себе покушать приготовил. А сейчас поезд, поедет к друзьям. Конечно, все приехали, каждый со своим интересом. Да. Все вместе, но каждый... Да. Ладно, мои дорогие, пойду я отдыхать. Не, сейчас сначала вот это все перемою, замочу в мыльной воде. Помою, положу сушить и пойду отдыхать. Все, давайте, мои золотые. Мы приехали. Слава Богу, хорошо. Ой, все. Вот с таким видом. Окно грязное, конечно. Все, зайки мои. Пока-пока. Берегите себя. Не болейте и мирного неба всем. Пока.